Привет! У нас день. Я Лиса и Олеся. Продолжу говорить про тему интернет-зависимости. Наверное, поговорим на тему боянь тишины, страх тишины. Особенно это актуально, мне кажется, в вечернее время. Раньше эту тишину заполняли телевизоры активно. Но можно наблюдать, что телевизор, почему он был более фоновый. Там всегда была, через каждые 15 минут обязательно была такая реклама, которая постоянно повторялась. Тиратым, 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 тиратым. Есть же такое направление. В музыке играла ножка. Тиратым, 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 тиратым. Вот. И наш спух сегодня в городе активно. Прям я поставила сетки. Немножко пришлось свою лень преодолеть. И поставила сетку на одно окно. Второе поколение. Тиратым, 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 тиратым. Вверх надо идти. Вот. И, ну, получается, раньше эту тишину заполняли вечерами телевизоры, да. Там обязательно, я помню, была рекламная пауза каждые 15 минут. Там чаще, вот такая надоедливая, назойливая. Но я тоже хотелось уйти, да, что-то переключиться, что-то поделать. Вот. А сейчас телевизоры заменили гаджеты, интернет. И это тоже такой способ, ну, в общем, заполнить вот эту пустоту, тишину. И почему-то у меня сейчас такая пришла мысль. То, что это страх жителей мегаполиса, да. Вот боя и тишины, страх тишины. Тиратым, 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 тиратым. Как будто вот наверх не могу поднять. Вот. И как это взаимосвязано, да. Ну, получается, если, допустим, еще днем как-то можно, да, провести там в тишине какие-то дела, то вечером вот этот страх, да. Нападает страх тишины. Реально есть, понятно, страх боя и тишины. Вот. И учиться проживать эту тишину. На самом деле в тишине можно услышать себя, свои какие-то желания. Вот. И, наверное, еще поговорю на вторую тему. То, что, ну, на тему, которая сначала посидеть. Вторую сейчас лето. И как можно справляться, справляться с этим, да, с тем, что торчишь. Я в телефоне, по сути, не торчу. Я в кланчайте торчу. Вот. Как садимся справляться. Вот. У меня пришло три идеи. Хочу с ними поделиться. Сейчас тепло и можно гулять. Вот. Ну, вот просто бесцельно гулять, как бы, например, я не очень люблю. Я люблю сходить какой-нибудь вкусняшкой в магазин. Ну, зачем-нибудь. Я люблю гулять, когда есть цель. Трератый. Так. Трератый. 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 Вот. И наполнить себя какой-то вот действительно такой интересный. Там стихальный. Там Джулия Кеймерон, Пуш, Дружника. Почитать эти книжки. Я месяца три назад их забрала в точке выдачи и всё. И начинала читать. Себе нежное. То есть можно посчитать книжечки. Можно повязать. Я тем летом, кстати, в зал на лавочке. Вот. Трератый. Трератый. Даже, я знаю, есть на ютубе такие ролики. Ай. Трератый. 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 Ай. На ютубе есть такие ролики. Сейчас скажу. На тему социальное визуально. Что-то такое. Трератый. 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 мне кажется, можно спокойно повязать. Ну да, лучше, наверное, где нету много людей, чтобы спокойно было. Вот, поэтому можно повязать. Вот такие вот мне ниточки. Пока я что-то не вижу. У меня много хобби, и я не успеваю от нас переключаться. Вот. И, конечно же, третье интересное занятие я придумала, это порисовать скетчбуки. Вот. Желательно выбрать скетчбок с твердой вот такой обложкой, это очень важно, и тогда можно... Вот здесь, видите, твердое обложку, скажем, реже. Вот, и тогда можно сидеть, например, я, кстати, ну, пока вот на диване, допустим, не сижу, не рисую, но я изначально покупала для этого. Посидеть на диване, порисовать. Вот. А если говорить про природу, то... У нас вообще, вот, в городе много парков, где можно посидеть на траве, на пледике, да, что-то поделать, вообще никому не к делу, да, ну, что-то там делаешь. У нас точно активно в ордере нас пространено. Каких-то парк ближайших. Поэтому вот такие вот три идеи. Давай ещё раз. Девочка-то вязание. Можно посчитать книги, которые ты давно откладывал. Например, у меня это путь художника, я к себе нежную. И можно порисовать скетч-буки. Как-то так. Ну, и, наверное, третью тему, которую я освещу, коротенько, тягам. Буду повторять какие-то понятия, что такое тяга. Да, тяга, это навязчивые мысли. Вообще, зависимый человек, это человек с навязчивым мышлением. Вот. И даже у меня это в речи видно, да, я по несколько раз повторяю одни и те же темы. Мне кажется, учитывая, я могу во многу раз повторять одно и то же. Это, на самом деле, тяга, да, ну, это навязчивые мысли. Вот. И рады. Так. И тяга, да, ну, это навязчивые мысли. Например, открой, открой, посмотрите, что там в телефоне, кто что написал, сколько просмотров. Вот. Слушай, попробуй не вестись на эту тягу, она будет ослабевать. Если ты не будешь подкреплять её каким-то действием, то она будет ослабевать, вот я тебе прям отвечаю, реально. Три, да, три. Ну, то есть, смотри, если ты, например, я тебе пришла в мысль, вот хочу посмотреть, что там в телефоне, сколько просмотров. Так вот, берёшь телефон и подкрепляешь к тебе тягу, то она усиливается. Ты усиливаешь своё поведение. Ага. А если ты не реагируешь, можешь с ней разговаривать. Типа, привет, тяга, спасибо, что пришла, подруженька, или... Типа, привет, привет, разговаривай с ней, общайся. Ну, пусть она будет как-то такой, ну, знаешь, это как артитерапия, я ещё тебе рассказываю, там, отдели её от себя. Привет, подружка там, привет, друг, спасибо, что пришёл, да, спасибо, что хочешь как-то занять моё время, но сейчас я выбираю там другое. Надо, например, порисовать или почитать книжку. Вот. И... Ну, и... Не ведись на неё, она будет ослабевать потихоньку. Прям, вот, отвечай. Отвечай за свои слова. Отвечай, она будет ослабевать. Вот, она будет падать. Ну, и обязательно, да, вот у меня лежит стопка книг, когда я хочу какую-то информацию, да, получить, ум нуждает какой-то пищи. Всегда можно и роман почитать, да, чтобы был выбор книг, потому что, допустим, такие книжки, иногда, ну, мне вот важный сюжет какое-то действие. Так что вот, ну, и как я, наверное, четвёртую тему, которую я ещё не знаю, делить ролики, делить, зачем мне, я делаю так, как я хочу. Сейчас я делаю так, как я хочу. Вот, я хочу всё, все четыре темы в одном ролике. Четвёртая тема — это синдром дефицита внимания. Сейчас активно пользуюсь тем, что придумала. И у меня классно получается читать книжку между делом. То есть делаешь, делаешь какие-то дела, оп, присел, почитала. Я поняла, что мне важна вот эта сюжетная линия. Всё-таки раньше я любила более такие книжки, вот, ну, подобного плана по психологии, да, и так далее. Сейчас я больше люблю, где есть какой-то сюжет, развитие, лёгкие такие. Между делом читать, между делом прибираться, да, то есть использовать синдром дефицита внимания и себе на пользу. Вот, напишу ролик какой-то на эту тему. Вот, делай всё между делом. Ну, то есть синдром дефицита внимания — это что я не могу долго удерживать внимание, но как бы при этом, ну, то есть я же читаю книжки, да, то есть вот это внимание научится удерживаться. Так что вот. Вот это последнее не хватает, не слышу, не слышу. Так что вот, используйте синдром дефицита внимания себе на пользу. Читай книжки, прибирайся, всё, как делай между делом. Ну, как-то так, я лиса Олеся. Да, да, у меня навязчивое мышление, поэтому я скажу, что у нас по городе я не поленилась. На одну раму сделала сеточку, на вторую поленилась я, поленилась я. Вот при интернет-зависимости вот эта подвижность какая-то страдает. Я называю это ригидным мышлением в себе, да, таким, как со старческим мышлением, да, вот. Вот этой подвижности, да, её не становится, её нужно развивать. Поэтому я говорю, не надо составлять вот какие-то крупные там цели, планы. Не, ну, можно, но вот именно в плане выздоровления от интернет-зависимости очень важно маленькие цели ставить. Там, заплестись, вот, речико кремом, да, я пока не запишу, я вообще не люблю крем-мазаться. Маленькие-маленькие. Какие, вот какие у тебя, какие у тебя могут быть маленькие-маленькие цели, пунктики, дела, вот какие, да, интересно. Так, у меня сейчас найти бисер, я вчера купила очень ладный бисер. Ну, вчера купила красный бисер, жёлтый, голубой, сейчас я не найду. Так что вот, ну что, моя лисичка Олеся, рассказываю, как справляться со своей привычкой к интернету. Ну, и не отгораживайся, я сейчас против того, чтобы, знаешь, отгородиться, взять телефон, балалайку, когда я начинала со своей как-то пытаться справляться, да. Это был крутой период, да, классный, спасибо. То есть я перекладывала, например, в онлайне себе деньги дома на телефон, шла в магазин. Это было, ну, отлично был период, сейчас я не хочу, я хочу как-то учиться с этим как-то взаимодействовать. Лиса Олеся, всем хорошего дня. А у нас пух в городе. Всем пока. Продолжение следует...